Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Мишпатим. Вообще, эта недельная глава является 18 по счету, начиная с первой книги. И число 18 это хай, жизнь. Оно созвучно со словом жизнь. Начиная с этой главы, нам вот нужно учиться, особенно сейчас, как жить по законам, для того, чтобы соединить свою жизнь с тем, кто нам ее дал. Начиная изучать законы Торы в этой главе и дальше, мы начинаем понимать, что она является не только святой книгой, которая находится в книжном шкафу, она объясняет, как вести себя во время молитвы, в ресторане, даже в туалете, извините. Поэтому глава является 18 числом, даже по отношению ко всем предыдущим, и она связана с жизнью больше, чем другие. Тора вообще не питает никаких иллюзий относительно человеческой натуры первичной. Она сама провозглашает в самом начале книги Бытия, что природа и желание людей суть зло от первых мгновений их жизни. И фактически Тора требует от всех людей преодолеть вот этот вот дурной инстинкт зло у нас. И вся наша жизнь борьба с вот этими импульсами зла и нехорошими желаниями. Тора должна нам в качестве, так сказать, сборника инструкций по осуществлению этой цели. Без Торы мы не можем победить зло. Но Тора никогда не обещала нам, что наше человеческое существование когда-то перестанет быть ареной этой борьбы. Нет, это такой мир. К сожалению, мудрецы говорят, что немногие понимают, например, что соблюдение прав ближнего такая же заповедь, как совершение добра и как служение Богу. И поэтому Тора освещает именно материальную жизнь людей. Поэтому в первую очередь творят, что нам сказал? Законы об имуществе, о правах рабов и так далее. Что мы укоренили в своих сердцах, что служение Богу соединит вот эти две скрижали. Одна обязанности перед Богом и такие же точно перед людьми, они ничем не отмечаются. В этой недельной главе есть интересное нам обязательство, особое заповедь. Три раза в году мы должны предстать перед Всевышним в Иерусалиме. Старше 13 лет обязательно Пейсак от Шавот должен прийти. Интересно, что в Торе об этом рассказывается паломничество три раза. Впервые, кстати, в нашей недельной главе. Но очевидно, это очень важно, потому что многие были важные события, которые Тора говорит мельком. Значит, это очень важно. Это мы сегодня так, я в Иерусалим поехал, это огромное духовное такое поднятие. И вот, говоря об этой заповеди, Тора называет Бога тремя титулами. Первый это Бог Израиля, второй Господь Бог твой. Первый властелин, потом Бог Израиля и Господь Бог твой. Это все не случайно. Первый раз, кто Бога назвал властелином, Авраам. Авраам назвал его, и пока не пришел Авраам, сказано, никто не называл его. Первый открыл, что у мира есть властелины, что он владеет им безраздельно. Имя Бога Израиля мы встречаем в кого? У Якова. Он сразу после встречи с ангелом, который дал ему имя Израиль. А имя Господь Бог твой мы знаем из десяти заповедей. Чему хочет Тора нас научить здесь? Подниматься в Иерусалим, как все заповеди поднимаются. Не только физически проехаться туда. Это духовный подъем. Человек в течение своей жизни должен подниматься с одной ступени на другую. Он должен двигаться вперед. Человек начинает свои отношения с Богом, как познает, что есть властелин мира, признает, что кто-то там есть наверху, кто-то управляет. Но для него личная жизнь это мало что меняет. Когда он становится старше и умнее, то обнаруживает, что имеет глубокую связь с Творцом. Но подлинной целью является достижение той ступени духовного совершенства, которая соответствует словам Я Господь Бог твой. Необходимо в конечном итоге достичь личных отношений с Богом. Когда человек обращается к нему лично и уверен, что Бог его слышит. Обратите внимание, что Амалек знал силу еврейской веры. И знал, что она противоположна злу. Раушнинг такой был адютант Гитлера. Он писал такую вещь, что Гитлер всегда говорил, что причиной его ненависти к евреям является еврейская мораль. Слова Гитлера звучат так. Единственная заповедь, в которую я верю, это закон выживания сильнейшего. Сама природа дала право сильному уничтожить или подчинить себе слабого. Единственным препятствием, это Гитлер, это проклятый Гитлер. На пути реализации нового мирового порядка, гегемонии арийской расы, кто является, он написал, евреи с их моралью, он написал. Мы варвары. Это лучший титул для нас, он писал. А я освобождаю человеческий род от понятия душа, навязанного нам лживой этикой. Он сказал, что евреи принесли две раны человечеству. Когда это говорит Амалек, надо слушать. Обрезание тела, обрезание души. Понятие совести. Это еврейское изобретение, говорил он. Война за управление мира идет только между нами. Между двумя лагерями, между немцами и евреями. Все остальное иллюзия. Это понимал Амалек. В том и состоит кардинальное отличие иудаизма от других религий. Многие считают, что вера это ритуал. На западе церковь отделена от государства. Того же требуют нынешние поборники псевдодемократии. Но Тора не признает деление на мирское и духовное. Она опровергает этот принцип. Верь сердцем и живи как все. В нашем мире все тесно связано. И святость не является только прерогативой священнослужителей. Такого нет. Честный бизнес не менее свят, чем молитва в Йом-Кипур. Еврейские мудрецы говорят, что истинный хасид, благочестивый человек, должен выполнять все сформулированные правила поведения в обществе. Ибо еврейская концепция храма не ограничивается синагогой и даже душой. Она присутствует во всех с первой жизни. Она и есть в нашей жизни. Вот в это надо вдуматься и понять. Брахава от слаха всем нам поднятия в Иерусалим. Продолжение следует...